Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... 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 Прохладный Махарадж стал говорить стих о том, что нужно следовать религии, когда тебе пять лет, то есть с самого начала, то есть когда человеку исполнилось пять лет, именно с пяти лет уже важно следовать религия. Вот этот стих Ковмара Ачара Праги действительно очень часто стих, который Вайшнаву использует в своей проповеди, объясняя о том, что дхармой религии нужно следовать, поклоняться Богу нужно уже с детства. Вайшнава Ачара Праги действительно следовать религии, когда человеку исполнилось пять лет. С crianças helpingico-серzers там слышать, да? Многиеgaspиры говорят о том, что вINEES есть вbergе 5 лет, яossу приходит в гонки, это рассказывает о с futur 분들이 выбã willing, где этого родителяода нет, где уient 100 лет года следует обратил доodes. consider any age, you know, you can, this spiritual life can start to, when is the coma respond, where age is 5 or 8, why this is, this is, this spiritual thing is the dharma, atma-dharma, this is not body-dharma, this is not samsala-dharma. Например, при изучении различных наук, для этого нужен определенный возраст, когда ты уже можешь, когда у тебя уже с определенной способностью, чтобы что-то понять в этом действительно, но когда говорится о бхагавад-дхарме, тогда как это естественная природа души, и тогда как это тело создано для того, чтобы реализовать эту природу души, поэтому Господь сделал с самого начала, что уже с 5 лет можно заниматься бхагавад-дхармой, но для этого есть все необходимое, для этого не нужно особых качеств. Русс Муса Если некоторые считают, ну, я лучше потом, я пока молодой, я буду наслаждаться жизнью, а вот потом я уже задумываюсь о смысле жизни и попробую сделать, осуществлю свой смысл жизни. Так вот, прохлада Махарач, когда мальчики сказали прохлада, так мы потом будем поклоняться Богу. И тогда прохлада говорит, а вам кто говорит гарантию дал о том, что вы доживете до того возраста, когда вы собираетесь это делать? Это очень, очень кристос, очень рано. Это истец вину хе ту саней. Рама говорит, что если кто-то думает, что я получил свой любимый карм, то я получил этот химан, он говорит, что это не из хороших карм, но он не получил этот химан. И тогда дети, мальчики, стали говорить прохлада, но если даже не получится это делать потом, в старости, ну мы в следующей жизни будем это делать. Тогда прохлада говорит, нет, это совершенно не так, это не так, что у тебя всегда где-то припаселена такая возможность, когда можно это делать. Он говорит, что насколько редко это человеческое тело, оно не получается на основе каких-то заслуг. То есть, например, Господь Рамачандра в айоде говорил, что не нужно думать о том, что тело человека приходит на основании вознаграждения за благочестивую деятельность. Это значит, что даже если человек живет, совершает благочестивую деятельность, сделает всем добро, замечательный человек, добрый человек, это не значит, что это уже является необходимым составляющим, то, что он в следующей жизни будет человеком. Никакой благочестивой деятельностью тело человека не заработать. И он говорит, что в этом мире у нас в интеллекте не поместится понять о том, как сделан этот мир и сколько здесь жив. Говорит, стакан один с водой. Там вся эта вода, она, там, вся эта вода состоит из жив. Что говорить вот про этот полстакана? Вся Вселенная, она существует и движется только потому, что это живы, это везде все это движутся, самые микроскопические даже. И при этом все они, всем им нужно дать, всем им нужно дать возможность побыть человеком. Там очень-очень большая очередь. Вот эти наставления прохлады Махараджа нужно очень хорошо записывать и усвоить, потому что прохлада изменила им сознание даже для мальчиков-демонов. Тирта Махараджа gave очень хорошая объяснение о том, как жива был роден. Так много obstacles, чтобы быть роден в человеческом теле, и так много соревнований между живы, чтобы быть роден. Это просто просто невероятно. Если будет некоторое время, я могу поговорить от этого. Спасибо. не скажи, что это не происходит, не скажи, что это происходит, не скажи, что это происходит. Ага, Махарадж говорит, никто, когда вот есть такая пословица там на хинде, в общем, смысл в том, что не то, что на завтра нельзя откладывать то, что нужно делать сегодня. Даже на сегодня нельзя откладывать, нужно делать прямо сейчас. Почему? Потому что до нас миллионы цивилизаций исчезли за секунду, когда на то настало время. Оно как все живут обычной жизнью, а потом раз и мгновенно все, и цивилизации нет. Так вот, говорит, нет гарантии о том, что ты сейчас выдохнул воздух, у тебя нет гарантии, что у тебя будет возможность вдохнуть потом. Нет гарантии не то, что на следующую жизнь, когда мы живем, настолько хрупкая возможность, настолько хрупкая наша жизнь, настолько хрупкая та возможность что-то сделать, какое-то служение, о том, что у тебя нет гарантии о том, что ты вдохнул, выдохнул, о том, что у тебя будет возможность сделать это второй раз. что почерк непонятный, она сказала, что я не могу понимать, что я писал, что я не могу читать, что я не могу читать после этого, они увидят видео, но это для видеокомпьютера нужны, а для тетрадки только для видео. Моя решение в том, что я имею в виду, что если кто-то говорит, то как он говорит. Потому что ради внимания, а также изучают gli обадований, прочитать пау When I read Heil-Bhagabat Продолжение следует... Он говорит, у меня есть реализации по этому поводу. Я достаточно давно проповедую и даю лекции преданным. Так он говорит, одно дело, когда ты что-то из ума говоришь, что-то немножко по сути, немножко... А другое дело, когда у тебя с собой... Он говорит, он на основе своего опыта я вижу, что без этих записей просто давать невозможно хорошую харикатку. Если говорить о хорошей харикатхе, о качественной харикатхе, о той харикатхе, которая как бы на нашем уровне, то эту харикатху без записи, без того... У нас просто, говорит, целое богатство этого знания в нашей линии. Его без записи можно. Я предлагаю очень много усилий, его времени для того, чтобы делать все эти конспекты. Он всю жизнь слушает, всегда записывает, делает конспекты. У него из этого складывается половина его дня. И только, говорит, благодаря этому можно давать хорошую харикатху. Я-то хочу, чтобы вы все потом такую же хорошую харикатху давали, и чтобы потом точно такие же хорош... того же уровня проповедники и были после. Харсо? Да. Я хочу, чтобы в каждом доме был центр проповеди. Он говорит, если у вас будут все эти записи, даже хотя бы просто тесте, тем классов, которые я вначале давал, он говорит, кто бы к вам бы не пришел бы в дом, вы уже не будете думать, ой, как к нему подойти, из чего бы ему начать, вы только открыли тетрадочку, у вас сразу все в памяти возобновилось, и вы дадите ему прекрасное понимание. А вот эта тема сегодняшняя, учение Прохлады Махараджи, она подойдет вообще для каждого человека, абсолютно с любым своим сознанием, и изменит его сознание. Харсо? Да. Вы знаете, вы говорите, что вы говорите, что я делаю все все мои Гурдевы. Харикатхайя. Ваш Гурдев всегда говорил, что я все от своего пара Гурдевы записал. У нас Гурдев всегда с ручкой был. Он говорит, я вот пока я дышу, я ручку в руках держу. Да, и вы видели, что Гурдев был большой проповедник, весь мир был такой проповедник. Ваш Гурдев говорит, что он самый великий проповедник мирового уровня. Ваш Гурдев говорит, что все должны стать такими, как он. Харсо? Да. Да. Ваш Гурдев говорит, что это очень тяжелый паспоредник мирового уровня. И тогда мальчики-пастушки говорили, прохлада, ты просишь о том, что достичь Бога, ты думаешь, разве можно действительно достичь Бога и сделать это вообще за короткое время? Как мы можем это сделать? И как это возможно сделать за короткое время? Тогда прохлада Махарач говорит о том, что у нас есть все, чтобы мы могли его достигнуть. И один прославленный царь, его имя Пратьяктва, как его имя? Катва. Катва. Катванг. Катванг. И это был Катванг Махарач, который боролся с демоном и с Богом. Да, это было fondo-плащ Союза, это Союза, это здоровый человек. Он очень качественен, спорт39- condemned. Там был домикен, но все кому该assa-плотах они боролой обработали. как, Вы это можете сказать, что по-dемогопу, он очень рад, он говорит, что вы очень рады, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...